День футбола трудно считать всемирным праздником. Например, в Камбодже, в Гренландии, в Афганистане. Этот вид спорта официально запрещен. А чтобы поиграть в футбол в американском штате Юта, нужно найти поле, которое находится в полутора милях от церкви. Эти спортсмены – будущее саратовского футбола. Им всего по 11-12 лет. Они мечтают стать звездами. При этом уверенный футбол – это отличный способ не только стать известным, но и богатым. Кто-то хочет заработать на футболе, кто-то хочет показать себя, проявить. Это у каждого свое. Все зависит от них, от тренировок, кто посещает, очень много перспективных ребят. Футболисты детского «Сокола» пока известны только на региональном уровне. Сегодня они впервые попали в телевизор, причем в прямом и переносном смысле. С этим видом спорта Вячеслава Стенечкина связывает только мяч, бутсы и форма. А в Всемирном дне футбола узнал от нас. Вячеслав – фристайлер. Он выполняет различные трюки с футбольным мячом. В России эти финты выделывают единицы. В России он пока еще, наверное, не очень развит, не знаю. Он вообще в 2004 году пришел тоже из Москвы, из Петербурга. Там родоначальники вообще фристайл в России. И мы начали тоже с ребятами перенимать вот это все, развивать в своем городе, в Саратове. В списке «Форбс» можно найти с десяток известных футболистов. Например, Криштиану Роналду стоит 100 миллионов евро, а получает он 15 рублей в секунду. Как раз за то время, что длился сюжет, он бы заработал на новое стекло. Роман Гальпериев, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин